Всем привет, ребят! Сегодня будет интересный ролик, не очень длинный, но со смыслом. Такая вот небольшая идея пришла мне в голову, показать два вот этих замечательных Калеуса, они оба пригнанные из Швеции, растаможенные, продаются в городе Пскове, и показать реальные пробеги, с которыми приходят автомобили в Псков. Естественно, не все автомобили с небольшими пробегами в Пскове, но показать сервисные вины, чтобы вы пробили, убедились, так скажем, в том, что не все здесь с пробегом 100+. Знаю, что большое количество комментариев пишется под моими роликами, да и не только под моими, а там у каких-то блогеров даже с Республики Беларусь, в принципе, однотипные, везде недовольные комментарии, что все скручено, пробеги, 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 пробеги. Все хотят пробеги за минимум денег и пожирнее комплектацию. И сегодня вам покажу, вот два красавца стоят, Рено Калеуса, с зимними пакетами, 19-го года, с минимальными пробегами, большие современные автомобили, пользуются популярностью среди автомобилей, покупаемых на БУ-рынке. Покажу сегодня каждый по комплектации, расскажу, сколько он стоит и покажу, как сказал ранее, винномера, сервисные книги. Итак, начнем, наверное, с серебристого, он чуть-чуть пожирнее по комплектации и на 100 тысяч дороже стоит, чем вот этот белый перламутровый Калеус. А машина комплектации не бедная, но это не Инцали Париж. Очень круто выглядят вот эти литые диски, они на обоих автомобилях одинаковые. Машины обе двухлитровые, 175 лошадей на вариаторе, на цепном, полные привода, то есть, о чем имеются шильды сзади, чтобы не думали, что я вам показываю какие-нибудь моноприводные версии. Эстонские транзиты на одном, на втором, да, я знаю, что опять полетят помидоры с тухлыми яйцами от этих хайпа-писурщиков, не знаю, как по-другому их назвать, ребят. Ну вот есть посредники в виде эстонских фирм литовских, они выкупают те же машины из Германии и Швеции, выгоняют их на Эстонию и дальше, то есть, машины попадают сюда. Такая вот логистика нынче. Вот 4 ВД и 4 ВД. Про цвета я вам сказал, это перлик белый, это серебро. Так, вот эта вот машина серебристая, она 2019 года стоит 2 млн 490 тыс. рублей. Как я сказал, она дороже на 100 тыс. той белой. Из-за того, что она пожирнее по комплектации, сейчас я вам все покажу, та, естественно, 2 млн 390 тыс. рублей. Итак, машина оборудована LED Перввижн передними фарами с омывателями в обоих случаях. Такая вот вещь, которая необходима, мне кажется, в условиях грязной дороги. Естественно, парктроники у нас 360 даже, ну так поставлю получше. Есть потревки тоже LED, что там, что здесь. В принципе, здесь однотипно все у них. Новая, хоть и какая она, китайская резина, триангл. Классные вот эти узоры дисков, ну, классно выглядят. Мне лично нравится. Получается, это 19 диаметр колеса. На машине есть бесключевой доступ, есть слепые зоны. Вот они. Сейчас посмотрим, скорее всего, и будут еще двойные стекла, я не проверял. Нет, ребят, стекла одинарные. Складывание зеркал, здесь все, в принципе, по фэншую, стандартненько. Деревянная вставка в карту. И такой вот кожаный салон с электроприводом сидения у водителя. Кстати, вот сразу, ребяточки, вин номер. Можете поставить на паузу, пробить. Ты куда? Хотел забежать в машину. Пробить, заехать к дилеру, все, пробьется. Вот, держите. И здесь вин номер под стеклом. Сейчас покажу его оригинальный пробег. Так, 63406 километров. Есть адаптивный круиз-контроль, подогрев руля, очень нужная штука. Вот он включается. Два воды авто и четыре лук. Вот эти замечательные кнопки. Так, про привод я вам сказал. Обогрев сидений. Большой планшет, ну, естественно, камера заднего вида, электрокрышка. И вот, ребят, сервисная книга. Значит, у нас получается... Первая ТО была на 15 тысячах. Потом, значит, получается, была на 35 тысячах километров. И на 52 тысячи километров. Вот такой вот колеус. Есть сервисная книга с подтвержденным пробегом. Кто не верит, можете обратиться, как я сказал, к дилеру. Большой кожаный диван, большое пространство. Ребят, еще есть подогрев задних диванов. И немаловажно, кстати, я забыл об этом упомянуть. Есть электрический подогрев лобового стекла. То есть мы имеем полноценный, значит, зимний пакет. Вот они, ТЭНы, наверное, да? Видно сейчас. Вот они. То есть подогрев лобового, омыватели фар, подогрев руля и подогрев всех, значит, диванов, кресел автомобиля. Нравится мне, уколелась задняя часть сделана. Вот эти красивые задние фонари. Ну и, естественно, камера заднего вида, парктроники. Все присутствует. Большущий и прибольшущий багажник. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. А здесь, ребята, у нас дорожный набор, компрессор и клей. Так, давайте пойдем к второму его брату, перламутровому Калеосу. Здесь мы также наблюдаем бесключевой доступ, есть липые зоны. По фарам я уже сказал, что они одинаковые. Вот они, LED Pure Vision дальний-ближний, омыватели фары и LED противотуманные фары. Красиво выглядят друг напротив друга эти автомобили. У меня такой есть подписчик тут все. Хочет попасть в автомобиль. Я его не пускаю. Так, здесь чуть-чуть попроще комплектация, поэтому цена на него чуть-чуть подешевле. Здесь механические регулировки сидений, тряпка посередине, по бокам такой вот материал, похожий на кожу. Также есть адаптивный круиз-контроль, есть подогрев руля, электрокрышка, наша любимая кнопка включения полного привода. А здесь вот, ребят, я не вижу тенов, да, здесь их нету в этой машине. Получается, зимний пакет без подогрева лобового. Еще раз, чтобы убедиться. Да, тенов я не вижу. Тенов здесь нет. Подогрев руля, подогрев сидений. Так, вин номер. Вин номер, пожалуйста. Так. Ну и под стеклом. Так, сервисная книга теперь. Здесь у нас сейчас я... 53 тысячи оригинального пробега. Вот он. Здесь получается, значит, первое того было на 20 тысяч километров и на 40 тысяч километров. 4 марта 22 года. То есть, если вы заметили, пишут справа налево. То есть, не слева, а направо. Так, и сейчас еще заглянем в подлокотник. Есть ли там подогрев? Нет, ребят, здесь нету. Получается, у нас отличие. Нету электрического регулировок водительского сидения. У нас не полная кожа здесь. Ну, кому-то полная кожа не нравится. Кому-то и понравится комбинированный салон. Нет подогрева задних диванов и нет электрической нитки. Значит, подогрева лобового стекла. Ну, вот как-то так. Хотелось показать. Я знаю еще огромное количество автомобилей продажи в Пскове, значит, для... Не для, а с маленьким пробегом. Настоящим маленьким пробегом. Ну, ребят, за пробег нужно платить. Не бывает халявы. То есть, всегда маленький пробег, жирная комплектация стоит немаленьких денег. То есть, купить машину по низу рынка до максималки, и чтобы бабушка только ездила в церковь по выходным, ну, это практически нереально. Понимаю, что бывают ситуации в жизни какие-то сверхординарные, когда человеку что-то нужно уехать, продать быстро. Бывает. Но не в этом случае. Да, в Пскове как бы пробеги в среднем у машин за 100. Там 100-160 в этом диапазоне. Это билка пробегов. Ну, в принципе, об этом никто и не... Это никто не скрывает. Вот. Поэтому на примере даже вот этих двух автомобилей я вам сегодня показал. Рассказал про комплектацию и показал реальные пробеги. Если до сих пор вы не верите в пробег 60-50, пожалуйста, берите ВИН-номер, заедьте на дилера. Я думаю, что за шоколадку вам все пробьют, покажут. Все сойдется, так скажем, с последними ТОшками в книжках. Давайте, ребят, на связи. С вами был Дмитрий. Не забываем подписываться на телеграм-канал, группу ВКонтакте. Всем всего хорошего. Не болейте. Всем пока.